Ваикра О том, как еврейский народ спустился в Египет И как там в страшных мучениях он родился Вышел и на 50-й день получил то И завершается книга «Шмот» построением переносного храма, Мишкан Чему же посвящена книга Ваикра? Она посвящена особенному служению Коэна в храме И главное служение – это принесение жертв И, несомненно, это то, что называется хок Непонятный для нас закон – постановление о Творца Но вся книга Ваикра, она говорит об особенной святости А что такое к душа святости? Это отделенность, это разделение Разделение между другими народами и нашим народом Отделение, особенная святость, Коанин Которые служат в храме Особенная святость храма Особенная святость времени, праздники, субботы Особенная святость еды, которую ест еврейский народ И особенная святость отношений между мужчиной и женщиной Это то, чему посвящена вся книга Ваикра Но главное то, что совершенно непонятно нашему поколению Человек приносит жертву, ему прощаются грехи Разве мы можем это понять? И вот говорит Рамбам в книге Мурен и Вухим Путеводители заблудших Что смысл жертвопревоношений связан с тем Что египтяне и вавилоняне в своих странах Поклонялись крупному и мелкому скоту Они поклонялись овнам Поклонялись демонам, шейдин Которых они почитали в облике козлов До сегодняшнего дня в Индии есть священные коровы Таково мнение Рамбама Но Рамбан спорит с ним и говорит Первый человек Адам приносил жертвоприношение Каин и Авель Ведь тогда не было идолов И поэтому Рамбан объясняет Что главный смысл жертвоприношения Это очищение от греха На самом деле человек действует в мире Через свои поступки, слова и мысли Так вот, когда он приносит грехоочистительную жертву Он кладет руки на голову животного И исповедуется в своем грехе Дальше берут его кровь и брызгают на жертвенник Берут жир и воскуряют на жертвеннике О чем это говорится? Человек думает, это должно было бы быть со мной Моя кровь должна была пролиться Мой жир должен был быть сожжен И это главное, что человек раскаивается Но ведь это жертва только очищение за грех А есть другие жертвы Мирная жертва, шламим Жертва благодарности То да, как можно объяснить это И тогда приходит Маорали с Праги и объясняет Главный смысл жертвоприношений Это полный отказ от себя перед волей Творца Все творение состоит из четырех элементов Неживая природа, растительный мир, животный мир И, наконец-то, человек говорящий И вот, когда приносится жертва Это животный мир Дрова, оливковое масло, вино, мука Это растительный мир И, наконец-то, человек, который кладет свои руки И раскаивается Это человек говорящий А солью посыпаются все жертвы И так это все четыре элемента сотворенного мира Он возносит это на жертвенники, сжигает И как будто весь этот мир возвращается к источнику, к Творцу Мы полностью отказываемся от себя Перед единственной реальностью Творцом миром И это глубинное объяснение Смысл всех жертвоприношений И тогда прав и Рамбам Который говорит, что благодаря этому человек Не служит идолам И прав Рамбам, который говорит, что человек должен отказаться от своих устремлений Раскается Это место на земле Где небо соединялось с землей Где человек возвращал весь этот мир Своему Творцу И это место на земле Где небо соединялось с землей Где небо соединялось с землей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok